В этом видео мы будем оптимизировать игры, убирать лаги, уменьшать задержку и понижать пинг с помощью одной утилиты. Поговорим о плюсах и минусах данной программы и в конце конечно же проведем тесты. Так что если вы уже устали от постоянных лагов и фризов, то это видео обязательно решит вашу проблему. Программа называется Gear Up Booster. Она поможет нам улучшить производительность игр благодаря своей уникальной технологии, как утверждает сама программа. Давайте это и проверим. Заходим на официальный сайт программы. Тут вы можете подробно ознакомиться с данной программой. Давайте сразу скачаем эту программу и перейдем к оптимизации. Нажимаем загрузить для Windows и запускаем установщик. Выбираем русский язык, нажимаем продолжить, ставим галочку рядом с я прочитал и согласен. Затем нажимаем установить. Далее нам нужно пройти регистрацию. Для этого кликаем на иконку профиля в правом верхнем углу. Нажимаем зарегистрироваться и выбираем вход через Google или ВКонтакте. Я выберу вход через Google. Если вы, как и я, не хотите получать информацию о последних акциях и предложениях, обязательно снимите эту галочку. Выбираем свой аккаунт Google и проходим авторизацию. Теперь можем начать пользоваться данной утилитой. Вот так выглядит программа. Интерфейс довольно-таки простой и удобный. Для того, чтобы оптимизировать игру, переходим в поиск и вводим название игры. Например, CS2. Как только мы выберем игру, программа сразу начнет оптимизацию. Буквально за 10-15 секунд Gear Up Booster оптимизировал игру. Далее запускаем игру CS2. Мы просто нажимаем на кнопку запустить игру. Теперь мы можем посмотреть на результат оптимизации. Примерный пинг составляет 81-82. Потеря пакетов 0%. Улучшение доходит до 68%. Выглядит очень даже неплохо. Еще здесь можно вручную выбрать регион сервера. И сам узел. В целом меня все устраивает, так как программа сама выбрала наилучший вариант. Ну а если вы захотите поэкспериментировать, то можете выбрать вручную. Как вы могли заметить, все происходит очень быстро. В пару кликов. Мы просто находим игру, выбираем ее, и программа сама все сделает за вас. Ну а давайте теперь перейдем к тестам. Тесты я буду проводить в несколько играх, чтобы убедиться в эффективности данной программы. Ну и показать вам, как данная утилита справляется с разными играми. Первый тест будем проводить в игре CS2. Итак, вот я зашел в игру CS2. Это до оптимизации. Пинг у меня примерно 80. Это мой стандартный пинг. В целом как бы играбельно, но хочется, наверное, поменьше, конечно, пинга. Поэтому, в принципе, у меня пинг стабильный, так как интернет у меня нормальный. А так давайте посмотрим, какой пинг у меня стал после оптимизации с Gear Up Booster. Итак, я произвел оптимизацию. Давайте посмотрим на пинг. На удивление, пинг стал меньше. До оптимизации пинг у меня был 80. Ну, где-то 79-80. Сейчас стабильный 75. То есть, получается, на 5 миллисекунд пинг стал меньше. А как вы знаете, в CS2 это очень сильно решает. Вот. В целом я доволен. Можно переходить к другим играм. Следующая игра у нас Fortnite. Давайте посмотрим на пинг до оптимизации. Сейчас у меня показывает примерно 89-95. То есть, как вы могли заметить, он у меня нестабильный. А скачет. Потери пакетов вроде бы нет. В целом, играбельно, но хотелось бы более стабильного пинга. Поэтому давайте оптимизируем игру и посмотрим на результат. Ну вот, я зашел в Fortnite после оптимизации. Давайте посмотрим на пинг. Итак, пинг у меня все так же. Вроде скачет, но стал меньше. То есть, до оптимизации минимальный пинг у меня был 89. И доходил до 96. Сейчас у меня минимальный пинг это где-то 80. Доходит максимум до 90-92-93. То есть, примерно так. В целом, вроде как уменьшился. Почти до сотни он не доходит. Потери пакетов также нет. В общем, есть какой-то эффект. Но я как бы его не почувствовал. Но, наверное, в игре это порешает. Далее переходим к игре PUBG. Давайте посмотрим на пинг в игре PUBG. До оптимизации. Еще у меня какие-то проблемы. Как только я приземляюсь на карту, у меня вылетает игра. Поэтому, к сожалению, не могу показать полностью геймплей. Только на моменте записи, где я только лечу на самолете. Если посмотреть на пинг, он у меня подсвечивается желтым. Это означает, что он, так скажем, превышает норму. И это, скорее всего, будет влиять на игру. Но не так прям значительно. Пинг у меня показывает более сотни. 110-111. Скорее всего, потому что игра выбрала сервер. Который далеко находится от моего интернет-соединения. Давайте попробуем исправить эту проблему с помощью гиробустер. И посмотрим наш результат. Итак, я произвел оптимизацию в игре PUBG. Сразу видно, что пинг не подсвечится желтым. Это означает, что он стал меньше. Также у меня до оптимизации были некоторые потери пакетов. Там, правда, они прям были незначительными. Но показывало, что якобы есть потери пакетов. Сейчас у меня пинг начинается от 90 и максимум до 93-95. В целом, стал меньше. То есть, до оптимизации у меня пинг доходил даже до 118. Сейчас доходит до 95. По крайней мере, на моменте, как я летел на самолете, доходил до 95. Проблема у меня, кстати, так и не решилась. Я вот только приземляюсь на землю. У меня почему-то крашится игра. Но, в принципе, для теста, я думаю, это достаточно. Тем более, я показал одинаковые фрагменты, как я летел на самолете. В общем, как-то так. И следующая игра это Rocket League. В Rocket League у меня пинг показывает где-то 100. Минимально там 92. Доходит до 130. Интересно будет посмотреть на пинг после оптимизации с гиробустер. Оптимизировал я Rocket League с помощью гиробустера. Давайте посмотрим на пинг. Как вы можете заметить, пинг стал больше. До оптимизации пинг у меня был 104-105. Максимум доходил до 130. Сейчас у меня максимум пинг доходит даже до 140. Возможно, даже больше, потому что цифра скачет. Но минимальный пинг у меня 105. На данный момент показывает, у меня задержка 115. Вот. То есть 115-116. До оптимизации было 104-105. То есть почти в 10 миллисекунд. Не знаю, с чем это связано. Возможно, у вас будет другой эффект. Но у меня получился вот такой результат. Теперь давайте проведем тесты в игре Dota 2. В Dota 2 пинг у меня 73-74. Это мой стандартный пинг. Потери пакетов также не имеются. В целом интересно посмотреть, как будет чувствовать себя пинг после оптимизации Gear Up Booster. Давайте оптимизируем игру и посмотрим на пинг. Произвел я оптимизацию. Давайте посмотрим на пинг. Задержка у меня составляет 68-69. То есть получается Gear Up Booster уменьшил пинг почти на 5-6 миллисекунд. Это круто. То есть в целом я всегда в Dota играл с пингом 74-75. Даже доходило до 80. Ну, сейчас у меня пинг стал меньше. Потери пакетов также не имеются. В целом все хорошо. То есть в Dota 2 Gear Up Booster произвел эффект. В принципе, я доволен. Мы провели тесты в играх. Давайте теперь подведем итог и ответим на вопрос, стоит ли вообще начать пользоваться данной программой. Сразу могу ответить, что да, конечно, стоит. Во-первых, вам не потребуется много времени, чтобы оптимизировать игру. Все происходит моментально, в пару кликов. Я, если честно, таких программ, в принципе, не видел до этого. В целом, по тестам, что могу сказать? Почти во всех играх у меня пинг стал меньше. Кроме одной игры. Это Rocket League. Скорее всего, просто игра не зарегала, возможно, сервер. Либо, возможно, программа как-то не так сработала. Но, в целом, я доволен. Так что, если вы хотите понизить свой пинг, уменьшить задержку, можете попробовать пользоваться данной программой. Она, по-моему, бесплатная. Там можно, по-моему, 3 дня пользоваться бесплатно. Если вас все устраивает, можете купить подписку. Она недорогая. Там, по-моему, даже есть скидки. Оформляйте подписку. Я, кстати, тоже оформил на месяц, потому что я играю в Fortnite. Мне очень хочется, чтобы у меня был стабильный пинг и наименьшая задержка. Потому что в Fortnite у меня часто бывают разрывы, высокий пинг, лаги, фризы и так далее. Ссылку на Gear Booster я, конечно, оставлю в описании. Кому интересно, кто хочет попробовать, можете переходить, скачивать и понижать свой пинг.